Добрый день! Предоставляю вашему вниманию события от 8 августа 2020 года, когда меня Леся провезла после завтрака с родителями ее дорожайшего супруга по удивительному проезду по самой вершине гор. Называется она Skyline Drive, то есть вот прямо под небесами у нас дорожка. Вот смотрите на наши впечатления. Вот этот вот знак, давайте мы здесь остановимся. Вот тот знак, который я ударила в дождь. Да что ты, да ёкарный бабай. Причем без всяких прав, безо всего он идет вообще пешеход, идет по тому краю, где страшно вообще думать даже. Пойдемте, давайте мы его там жарим. Сейчас покажем вам. Вот эти вот выступы видите? Так, вот эти вот выступы. Это следы дезиннозавров. Вот они. Вот, вот, вот здесь. Это очень хорошо. Вот, вот. Вот это следы. Я надеюсь, что я их поймала. Расскажи историю мне на камеру, чтобы я уже не пересказывала. Историю какую? Вот открытие. Совершенно нашли. Школьники были здесь с экскурсией на Skyline Drive. И до этого не знали, не видели. А кто-то из детей, школьников, говорит, вы, а это похоже на следы динозавров больших. А потом учитель говорит, да, действительно, прислали археологов или кого-то, антропологов. И действительно, это были, когда-то это было до океана, зацементировались, когда начали потом горы вот эти подниматься, формироваться. Это зацементировались, и вот они, следы динозавров. И вот здесь на... Ага, вот оно, оно обратной стороной. То есть, если кто-то не понял, это вот эти выпуклости, вот эти выпуклости, вот это следит динозавров. То есть, они с той стороны шли, песочек, глина продавилась. Оно потом зацементировалось, и когда горы поднялись, они оказались на этой стене. Вот оно, видите, вот как эта лапа вот эта. Вот они, вот они, вот они. Представляете, перебятишки помогли сделать открытие. Обалдеть! Вот эти вот, вот эти, скорее всего, вот... А вот информация. Вот они. Вот она, информация, не знаю, правда, хорошо ли я сняла. Ну, кому надо, тут найдет. А вот они, то, что я вам показывала. Вот оно, на этой картиночке. Вот эти следы. И вот они тут поотмечали нам следы. Представляете, вон на заврекшу. Матучки мои, давай. Еще разочек. Да, скорее всего, эти следы от раковины. Я так так полагаю. А, вот тут они нам показывают, что это такое. Да, Скайландра. Вот видите, тоже, вот прям рядом. Вот она, вот она, да, можно руками потрогать. Похоже, действительно. И вот, вот еще один. Да, 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 прямо с пальчиками. Прямо с пальчиками. Как интересно. И вот, и вот они, вот они. Ну, ну, надо же, как интересно. И мы тут за динозаврами разгуливаем. А потом будут искать человеческие следы. Да. Ну, тут уж не сложно человеческие следы найти. Человеческие, вот она, дорога, это человеческий след. Она называется Skyline Drive. Она односторонняя. Сейчас мы еще чуть-чуть туда поедем. Куда не поедешь, со всех сторон горы. Ты знаешь, где ты живешь здесь? Ты примерно знаешь, где? Вот там, где-то, в той стороне. Вон в той стороне мы оттуда приехали, да? Да. Ну, в общем, куда не посмотришь, со всех сторон горы. Так красиво. Вот, сейчас тоже приблизительно сейчас по... Вот это вот, видите, вот желтенькое, где... Ага, вижу. Ну, бассейнчик, типа. Не бассейнчик, это горки для детей. Это была Никитина школа. Вот первая, которая... Не, вторая, но... Куда он ходил? Кэннин Экскоуриторис. А сейчас он уже в хайскул ходит. Это миддлскул, да. Хайскул. Выше, старше школа. Здесь, да, здесь одна есть еще во Флоренц. Мы во Флоренц сегодня едем. Да. Смотрите, античный магазин. Маленький, да, такой небольшой. Ну, приятный, красивый. Красивое у вас место, очень зеленое, как мы видим. И горы со всех сторон. Горочки мои родные. Живем в раю, называется. Вот в раю и живем. Аббатство, правда, отсюда не видно. Аббатство еще хотите показать? Да, вот мы туда поедем вина выбирать. Хорошо. Вина это хорошо. Вот, смотри, не поедем вообще под... Действительно, это вот SkyDrive. Я думаю, что его так назвали? А ну вот в небе одна вот дорожка и все. И мы в небо едем. Смотрите, мы едем в небо. Я боюсь. Потихонечку, только не спешите. Мальчишки тут на мотоциклах только что гнали. У меня Мак тоже здесь. Тоже, говорит, когда еще здесь асфальта не было, говорит, тоже здесь он гонял. Это мы едем 15-20, а он суток гонял. Ну, мальчишки сейчас прямо так резвенько. Да, я вот боюсь страшно. Ба, да, правильно назвали. Я не знала, что это такое. А бабушку мы сегодня звали с собой. Она сказала, нет, уж спасибо, вы без меня. Я уже там была. У нас нас натошла на всю оставшуюся жизнь. Видите, они прям по горе, вот по вершине проложили эту дорогу. С двух сторон у тебя обрывы. Не знаю, как показываю, ребят, у меня ничего не видно. Потому как я дрожу и боюсь и еду. Божечки мои, ну, спасибо вам большое, ребята, за то, что вы меня везде таскаете. Потому что сама-то я бы сказала, ну, и что там делать? А вот оно, оказывается, бояться надо. Но это бешеное удовольствие, конечно. Бешеное удовольствие. Все со мной проехали. Никто ничего не боится, кроме меня. У меня тут окно открыто, чтобы вот эту красоту наблюдать. Ой-ой-ой, точно в небо уходит. Дорога, скай-драйв, все правильно назвали. Или лайн. Скай-лайн. Лайн даже, линия просто вот. Ой, дорога. А мне драйв почему-то. Не гони, ты что гонишь так? Не надо. Потихонечку ползем. Я трусиха, но надо же. Держусь за машину, представляешь, за дверцу. Держусь за ручку. Будто бы она меня как-то удержит. Ёкарный бабай. Вот так вот, ребята. Меня тут возят везде. Испытывают мои нервные окончания. У меня есть нервные окончания или уже нету? Вчера я, кстати, по-моему, это там не рассказала. Да. То есть, когда мы ехали вот в гору на 4 с хвостиком километра, 102 поворота по серпантину, я жутко боялась, когда мы поднимались вверх. Я прямо так подвизгивала, но из-за того, что ребенок рядышком спал, я подвизгивала очень деликатно, но эмоции вот так вот выражала. А обратно едем. Тот же самый обрыв рядом. Вот так вот. И я уже спокойно спускаться как-то вот. Или на самом деле легче. Или ты уже адаптировался, пока туда ехал. Ну, то есть, я прямо это и вниз смотрела легко. А сейчас мы опять в небо, в небо ели бы. Я боюсь вниз смотреть. Слушайте, какие-то у нас гормоны неправильные. Ой, у нас машина новая, хорошая, она вытянет. Она все вытянет. Лайн это у нас, а не джай. Ой, как хорошо. Фу, какая красота. Не знаю, я вам иногда машину показываю вместо видов, потому что мне не видно, что у меня происходит на экране. Потому как очень солнечно, а я не хочу надевать очки, потому что хочу видеть всю вот эту прелесть. Вот видите, люди даже остановились. Просто пикник. Пикник у них на самой высокой точке, я думаю. Это, наверное, самая высокая. Вон мы вниз начинаем спускаться. Да, мы все поднимались в небо. Сейчас мы включим режим спуска. Да что ты, у тебя машина такая еще спуска, что... Для этой, наверное, вот Эрии надо иметь такие. Я поэтому брала, чтобы она была четырехколесная. Все приводы, ага. Вернее, полноприводная. Да-да-да-да-да. Мы когда поехали в Colorado Springs, мы взяли большой дедушкин трак, а он, по-моему, или задний, или передний приводный, не помню. Но он большой, груздый. Было это зимой, или ранний, прям-прям-прям ранний, но у нас еще был снег, ушел. И была выставка внутри, там, в общем, мы ходили. Пока мы ходили, снежок шел, но не так сильно. Мы вышли на мело, а там был такой при въезде, небольшой, вот небольшой холмик при въезде. Небольшой. Что вы думаете, естественно? Прокручиваются колеса. Начали машины спускаться, как керлинг вот этот вот. Просто все машины, и там был забор, и вот так скатываются друг на друга. Никто, у тех, кого джипы, конечно, в внедорожнике, или еще как-то. Мы на нашем траке, он большой, груздый. Марк пытался, 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 пытался. Хорошо был. Деван, это его степ-сан, вот приемный сын. Они выехали на своем джипе, пошли нам, купили цепи на колеса, чтобы мы выехали. Могли вырулить. Только так, только так. Они, по-моему, хотят остановиться, да? Так. Да. А мы поедем потихонечку. Потихонечку, не это, не спидуй. Ай, поешь? Она сама остановится. Да что ты? Она такая умная. Вот я ничего не делаю. Ничего не делаю, она сама потихоньку войдет. Слушай, это вообще отпускает руль, не знаю, какой-то и ровный груз рядом с ней находится. Что-то такое происходит там в жизни. Слушай, я аж мысль потеряла какую-то, хотела сказать. Ладно, у меня это страх уже. Может, память из этого восстановится. Я, знаешь, у меня же с памятью все еще воюет тут. А тут вот с этими впечатлениями и столько эмоций, может быть, память на нее тут ложится. Ну, гормоны, конечно, надо иногда тоже. Здоровье будет у меня сейчас вообще богатырское, и память самая лучшая. Вот так вот, ребята, у нас. Я ничего не нажму, ни педаль стопа, ничего. А, это вот режим спуска. А, вот я хотела сказать, что вот у нее на машине уже она когда... А нет, это мой ребенок сказал. Ну, на твоей, наверное, то же самое. Когда она едет назад, там камера же стоит, и когда до преграды остается вот 20 сантиметров, она сама остановится. Да, то есть маята только пикает и быстрее начинает пикать, а ваши уже сами останавливаются. То есть, когда они говорят, что скоро на дорогах не будет аварий, это про то, что машины становятся умнее. Это новое поколение. Умнее, умнее, да. Форды нового, по-моему, смотрите. Это... А, перебегает дорогу, ага. Ящерица, ящерица. Ящерица, ага. Мы ее не стали давить, мы нажали на тормоз дополнительно к машине. Да. Ой, а машина умная, видишь, теперь мне не надо на нее говорить slowdown, пожалуйста, потому что машина сама выбрала скорость для этого наклона. Боже, какие умные машины. А я же хотела купить вот эту-то электрическую. Тесла. Теслу. Лет в 70. А ты тоже головой мотаешь. Вот Алечка мне тоже слегал, присмотрись к другой, какую-то мне назвала. Но пока я не хочу ничего менять в жизни. Вам бы вообще хорошо подошла гибрид какая-нибудь. Есть Toyota Hybrid. Вот она мне про какую-то японскую говорила, что там и электрическая, и бензинчиковая, и тоже шибкоумная. Но вот если я пока хочу еще на свои поездить, ну вообще, когда мозги вдруг начнут плохо работать, а вдруг начнут, то я бы хотела, чтобы моя машина была умная и меня бы возила вот так, как твоя везет уже сейчас. То есть они умнее, умнее, умнее становятся, а потом возьму прямо... Это еще не самое. Сейчас нового поколения Форды, они... Вот нажал кнопочку, она тебе параллел паркинг сама сделала. Ты моя, ты золотая, да. Я, конечно, Марку ничего не говорю, но я так тонко навекаю. Я говорю... Он мне говорит, ну вот мы сейчас... Сейчас вот это расплатимся, вот с этим и тогда. Тогда захочешь, возьмешь. Потому что я когда ездила встречаться с ребятишками, вот из Джоджи они приезжали праздновать день рождения, я с ними в Шар... Нет, не в Шар... Нет, не в Шар, а в Эшвилле встречалась. Первый раз в этот городок заезжала. И я вышла из своей машины и попросила его меня припарковать. Потому что я параллельную делала со дня экзаменов. У нас же в Аплахоме там место навалом, парковки огромадные. То есть нет необходимости где-то так парковаться. А мы в даунтауне, в центре города где-то там кушали. Они меня пригласили в приличный ресторан, который они выбрали и который они знали, и меня так побаловали там. Но парковали мою машину сами. Я у них первый раз в Тесле была. И я вот фотографии размещала. Не размещала, я забыла. Я хотела поместить фотографии. Я размещу там, где я... Но я вот когда поеду, у них сейчас появились уже грибы, которые... лисички. Она мне уже фотографию прислала. Я же грибов сильно хочу еще набрать. То есть я вполне возможно, что вот в сентябре можно ты мотанусь в те края. Грибов наберу, ребятишек посещу. Они такие лапочки. И там переехать. Теперь можем ездить сами. А что это там еще один? Это уже не считается. Это уже не считается. Да, он оттуда мы сверху съехали. Боже, какая красота. А вот на этом холмике у Никиты был день рождения в прошлом году. И снег выпал, а они вот... Спускались, наверное, на чем-то. Спускались на этих... на санках. А, на санках. Ну, там он еще, наверное, они на мотоциклах спускаются. Потому что прямо дорога такая проезжена. Они же тут такие, господи, лихачи. Чего же они тут только не делают. Ой, как красиво мы с тобой проехали. Спасибо, дорогая Skyline. Рядом с... как называется у нас? Canyon City. Canyon City. Canyon City. Будьте любезны, не пропустили удовольствие. Куда мы сейчас проезжаем? Сейчас будем проезжать мимо. А с вами была Галина Смис, которая абсолютно согласна в том, что сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.